Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас будет музыкальный эфир, но в том смысле, что мы будем говорить о музыке, потому что у нас сегодня в гостях Зульфия Мамедова, руководитель кавер-группы G&B, а также, как сказать, по совместительству, на самом деле, в основной своей специальности, руководитель замечательного ансамбля «Нотка». Мы уже здесь встречались, когда-то обсуждали эту тему. Напомним вам об этом заслуженном коллективе. А также Сабина Мамедова, вот в первой части, а потом её сменит её коллега, по кавер-группе G&B. И, естественно, сразу же первый вопрос у всех возникает. Про нотку мы поговорим чуть позже. Давайте сразу про кавер-группу. И, Зульфия, скажите, пожалуйста, название выбирали явно не вы. Ну, во-первых, здравствуйте. Рада здесь снова очутиться. Спасибо за приглашение. Долго вас уламывали-то? Ну, нет. Значит, мы выбирали вместе с ребятами, конечно же. В основном это их идея, их детище. Вот, поэтому, я думаю, об этом лучше расскажет Сабина. Ну, мы сейчас к этому подойдём к Сабине, просто всё-таки вы как руководитель, я не могу сразу с Сабиной начать говорить. Тем более, Сабина в финале нашей первой части обязательно нам что-нибудь споёт, мы договорились, она настраивается сейчас. Скажите, Зульфия, вот я так понимаю, что он выделился, да, этот коллектив из нотки, они все были в нотке, да? Да. Просто подросли. Да. И превратились в Girls and Boys. Почему, вы сейчас узнаете, да? Да, они все выходцы из этого замечательного коллектива «Нотка», кто-то с четырёх лет пел, кто-то чуть постарше, сейчас уже поколение немножко меняется, сейчас новые ребятки, но тоже они все как бы из нотки. То есть это такой дополнительный эффект, и, собственно говоря, нотка же, наверное, для кого-то когда-то заканчивается и остаётся в прошлом, а кто-то находит в этом новый жанр. И вот теперь Сабина нам расскажет о том, что это за название, и почему именно такое кавер-группа, потому что, ну, не все, наверное, знают, что такое кавер. Это как бы вы поёте известные песни, но как-то по-другому, правильно я понимаю? Да, вообще нотка, образцово-вокальный ансамбль «Нотка» — это большая музыкальная семья. И в один момент просто мы выросли и поняли, что нотка… Превратилась в ноту. Нотка остаётся в прошлом. Они поют более такие песни, которые приятные и для старшего поколения, и для младшего. А кавер-группа G&B — это уже современная музыка. Мы перепеваем разные песни, как и иностранные, так и русские, наши. И, в принципе, в один момент мы пришли к тому, что нужно расти, и мы выросли. То есть либо закончить надо было на этом, да, и остался бы такой детский след памятный, что вот мы пели, либо вы вот превратили это в группу. Я так понимаю, но у нас многие здесь коллективы бывают, народные, танцевальные. Ну, слава богу, любятся этим богаты. И, как говорится, ещё и Москва у тебя под боком. То есть не мы под боком у Москвы, да? Москва у нас под боком. Хочется, конечно, развиваться в этом направлении. Кто у вас в коллективе? Кто был организатором? Я имею в виду… Понятно, что благодаря нотке это всё произошло, но тем не менее. Вы же как-то сами сорганизовались? Нет, вообще всегда с нами в ногу рядом идёт Зульфия Джуравина. Ага, ты, ты и ты будете петь в кавер-группе, так? Нет, смотрите, мы были один большой коллектив. Этот коллектив вместе рос, все ребята росли вместе. И в один момент, когда мы уже совсем выросли, мы решили стать другим коллективом. По сути, это этот же коллектив, просто по-другому называется. Это значит старшие ребята. Ветераны. Да, именно. Это случай, когда тоже это слово подходит. И мы поговорили с Зульфией Джуравиной и решили, что мы начинаем свой путь в этой группе. А вот для вас, Зульфия, ведь это же всё-таки такой детский коллектив образцовый. Тут вдруг появляется уже молодёжная версия, которая очень быстро превращается во взрослую группу. Тем более, что и название, мы к нему ещё вернёмся, и само под название кавер-группа, не просто там группа, а именно такая. И другие стоят цели, задачи и некоторые смыслы другие. Вам не сложно было перейти вот в этот мир? Нет, абсолютно не сложно, потому что все детки, они мои подопечные. И они, глядя на них, что они уже совсем взрослые, и как-то название такое детское, да. И мы решили всё-таки подобрать другое название. Естественно, стали петь сложнее репертуар, делиться на голоса. Это у них уже хорошо получалось. Это профессиональная уже серьёзная работа. Да, профессиональная, серьёзная работа. Мало того, скажу, что все дети, которые были у меня и которые сейчас, они все либо учатся в музыкальных колледжах. Вот, Сабина, она закончила музыкальный колледж по классу эстрадный вокал. Сейчас она учится в институте. Вот, я думаю, она сама скажет. Вот, на первом курсе в прошлом году закончила, получила диплом. Вот, все остальные ребята, которые тоже закончили колледжи, кто-то учится в театральном институте, кто-то закончил в ГИТИС. Да, то есть они уже... Мотка сделала своё светлое дело. Светлое дело, да. Открыла, как бы, в музыку, в это искусство, вокальное искусство. Ну вот, Сабина, давайте-ка, раскроем теперь тайну этого названия. Джин Бин, это, наверное, лучше видеть, когда оно написано, да, английскими буквами. Переводится как... Girls and Boys – это мальчики и девочки. Девочки и мальчики, если честно, над этим названием долго думали, голову себе ломали, и в один момент у нас что-то стрельнуло, даже не помню уже у кого, и мы такие... И сложилось. Все, сто процентов G&B. Ну, мы знаем, что есть бойс-бэнды, всевозможные гёлс-бэнды, это было популярно, ну, с конца 90-х годов, а сейчас есть, да, корейские вот эти вот невероятные какие-то, как не спросишь, совсем ещё даже, ну, такой вот возраст там 13-15 лет девчонки сходят с ума. А у вас как бы сочетание и мальчики, и девочки. А всё-таки это коллективы мужского характера или женского? Кто там главный? Ой. Ну, какой интересный вопрос. Ну, наверное, главное звучать же ранее. Это понятно, да. Да нет, у нас равноправие. Мы вместе думаем, у нас один мозг, один мозг. Сколько человек у вас там участвует? Полный состав. Ну, полный состав у нас, получается, 12 человек. Ничего себе, вот такая, это как, прямо, команда, команда целая. Ну, знаете, мы работаем не так. Частями. Да, потому что кто-то работает, вот, допустим, взрослые ребята уже работают. У нас есть новая команда, новый состав, и там ребята уже более помоложе. Хорошо, в стиле Ласкового Моя, помните? Три разные группы. Название одно, а три разные группы. Ну, они тоже выходцы из нотки. Это не просто человек с улицы, да, как бы мы... То есть фактически создали возможность, если ребёнку понравилось, он идёт дальше по этому пению, у него есть выход вот в этот уже такой взрослый мир, который при правильной постановке вопроса, так как 12 человек, это говорит о том, что люди хотят, да, неважно даже, что они работают, когда смогут, да, они хотят, у них есть возможность действительно становиться уже профессионалом в этом направлении. Наверное, любой человек, который, я не знаю, ведёт кружок, где ребёнок что-нибудь маленький совсем с пластилином делает и вдруг превращается в скульптора, ну, наверное, для вот этого человека, который взял его совсем маленьким, будет прям успехом каким-то. Да, я вам больше скажу. У нас есть... Вы хотели это сказать, да? Да, у нас три этапа. Нотка Kids, Нотка и JLB. Я же говорю, мы большая музыкальная семья, это уже как-то давно. А сколько в Нотке сейчас людей? В основном составе 17 человек. А какой-то есть дополнительный? Маленький у нас есть. У нас есть Нотка Kids, там детки, начиная с 6 лет, вот, их 12 человек. Я не беру очень многое, чтобы плодотворно работать с каждым, поэтому это вот... Понятно. Ну, мы ещё поговорим о второй части обязательно, о приёме и о том, как это всё происходит. Но возвращаемся к Сабине, потому что я вижу в её глазах заинтересованность. Очень часто мы прекрасно понимаем, что когда маленького ребёнка приводят, ну, любую, кого в карате, кого в самбо, кого в фигурное катание, кого в бассейн, а кого в танцевальный или в музыкальный коллектив, зачастую этого хочет кто? Папа и мама. Поэтому начинают бедные преподаватели мучаться, а он и петь не хочет, и танцевать ему не хочется, и так далее. Вот ваш коллектив, когда мы понимаем, приходят, как говорится, и основной, и не основной, вот вы, Сабина же, прошли путь от самой маленькой до уже до леди, да? Да. Вот что вы сейчас чувствуете, насколько это выстроило вашу дорогу к этому? Просто для понимания тех, может быть, родителей, которые сейчас тоже хотят, или у детей, например, есть желание, ну, поёт ребёнок, ходит и поёт. Да, в основном, да, поют дети. Есть дети более зажатые, есть дети раскрепощённые, это в зависимости от ребёнка, но каждый ребёнок, который у нас находится, у него глазки горят, и он хочет петь, им это нравится. У нас дети вообще просто прекрасные, я их обожаю, обожаю с ними работать, и это вообще, если вы придёте к нам на репетицию, вы увидите в детях такой энтузиазм. Да, они, может быть, там немножечко играются, смеются, но они умеют работать, и в один момент могут собраться. Они у нас гран-при завоёвывают уже в маленьком возрасте. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Время покажет, что будет дальше. И я вот тут задаю вопрос, за тебя скажите, а, наверное, приятно же такие слова слышать и приятно видеть развитие? Ну, можно же выпускать, как вот в школу, школа, что же разное бывает? Я имею в виду обычная школа. Первый класс, ну, там, одиннадцатый, прощались, цветы, директору завучу, до свидания, дверь в большую жизнь, на этом всё закончилось, и никто эту школу не вспоминает. Есть такое, что же там греха таить, бывает. У вас другая ситуация, да, у вас вот ещё образовался коллектив, и что-то мне подсказывает, что в дальнейшем, если у вас появятся вот эти ребята, которые будут ещё и вам помогать уже как, ну, наставниками, то можно же разноплановые, не только кавер-группу, а кто-то захочет там сольно, может быть, при вас каким-то образом, какие-то сольные работы будут, или какой-то другой ансамбль возникнет, да, ну, другое направление, я имею в виду. То есть получается такая кузница кадров у вас? Ну, можно сказать так, я хочу сказать, что вот совсем взрослые ребята, вот как Сабина, кто-то занимается звукозаписью, и мы обращаемся, у нас вот есть такой Оля Кузнецов, мы приходим к нему записывать песни, есть у нас ребята, которые работают на телевидении, ну, все они, как бы, мы встречаемся, вот совсем недавно, на моё день рождения почти все были, все пели, все танцевали, то есть у нас такое... Движуха была по полной программе. Мы встретились в том месте, где мы начинали, в Красковском культурном центре, вот, в этом доме замечательном, гостеприимном. Все приехали, все нашли время, вот, и было очень приятно. Ну, наверное, это самое лучшее. Вот о второй части мы поговорим, уже сейчас поменяется у нас ещё, нам надо же показать, всех исполнителей. Пришли, правда, только два из этого огромного коллектива, две очаровательных солистки. Сабина, ну, мы не можем вас отпустить, должно быть, какой-то фрагмент песни, небольшой, маленький, давайте, если есть такая возможность. Покажите, дайте жару нам. Я спою песню, мою любимую, которую исполняла на госпрограмме совсем недавно. Вот, сейчас. Давайте, да. Вот такой фрагментик, ну, вы поняли, да, к чему дело-то идёт? Вам больших успехов, Сабина. Спасибо. С вами мы, ну, всё-таки ещё не прощаемся, маленький бонус у нас потом будет, я скажу о этом. Ну, а Зульфия у нас остаётся, и мы ждём ещё одну участницу нашего разговора. Спасибо. До встречи. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Зульфия Мамедова, руководитель знаменитого ансамбля «Нотка», и в данном случае она представляет ещё и как кавер-группу, руководитель кавер-группы, которая называется «ГНБ», как вы поняли, что это такое мужское и женское, да, соединено в одном контексте. Ну, и ещё одна солистка у нас сегодня представлена – Полина Юрченко. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Зульфия, если позвольте, сразу с Полиной начнём. Да, да, да. Полин, а вы-то как попали-то в этот музыкальный вертеп в хорошем смысле слова? Я услышала об этом коллективе, я пришла в «Нотку» сначала, вот тоже начинала с «Нотки». Пришла, когда мне было 9 лет. Вы сами, что ли, пришли? Да, я сама решила, я сказала маме, что хочу петь в «Нотке», я видела ребят на сцене, я ходила на концерты в ДК. Вот видите, как уже работает, значит, реклама такая своеобразная. Да, да, постеры о том, что вот, будет отчётный концерт у этого коллектива. И вы представляете, как вы стоите, и вам хлопают, да? Ну, я… Было такое? Ну, было, было, да. Ну, и как вас приняли-то? Я пришла… Три лет – это уже старушка, наверное, нет, и нормально. Нет, 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 маленький ребёнок. Да. Ну, если в четырёх лет принимают, Зульфия, в девять тоже можно взять? Ну, это солнышко, это «Нотка Кит» сначала, такие маленькие. Ну, она пришла уже, поющая девочка, она пела раньше. Ну, рассказывай, Полиночка, да? Да, я пела и в хоре пела, и… Ну, то есть уже опыт был. Была, да, на сцене. А, кстати, Зульфия, вот вы всё-таки человек с огромным опытом. Вы как, с какой вы ноты, с какой нотки вы чувствуете, что берём? Ну, конечно же, все проходят прослушивание, прослушиваю только я. Ага. Вот, и я сразу смотрю на ребёнка, если он харизматичен, ага. Если он свободно, даже если не совсем попадает нотой, но не боится аудитории, не зажат, то я беру. Ведь, как говорится, интонацию можно развить. Постепенно дети, год отпев, у меня в коллективе маленький, они начинают уже интонировать совсем точно, вот прямо вот как нужно. Вот, поэтому я беру тех детей, которые харизматичны, которые не боятся сцены, не боятся публики, и всегда устраиваю прослушивание, когда у меня идут занятия в нотке. А, чтобы были зрители. Чтобы были зрители. Ой, как хитро. И приглашаю ещё и родителей. Ну, вот если он пришёл с родителем, ребёнок. Слушай, ну я не знаю, если бы я был маленьким, это я сейчас такой наглый, а тогда я бы, наверное, не знаю, я бы стеснялся. Вы себе не представляете, какие дети. Вот есть такие, которые ничего не боятся, которые ведут себя... И берём. Да, и берём. А слух? Ну, слух, конечно, должен быть. Кто-то мне говорил, что любого можно научить пить, в принципе. А вы знаете, да, но... Я сейчас имею в виду, петь именно, ну, звучать как-то можно. Но, наверное, петь это уже немножко другая история. Другая история, да. Очень много задействовано мышц. Да, Полина, вы поёте давно. Вы попали теперь ещё и в кавер-группу. Я так понимаю, что это такой совместный плод, и руководителя, и нотки, и ваших сотоварищей. Другие бы уже пошли, вот подпели мы своё детское, и всё, идём на работу. Всё, петь будем дома или в караоке. На этом закончилось наше... А вы решили идти дальше. Почему? Ну, потому что я это люблю, это дело моей жизни. Я сейчас учусь в Институте современного искусства, направлении эстрадно-джазовый вокал. Я не бросила это, это вот то, чего я хочу в своей жизни, то, к чему я иду. А вот знаете мне, какие певицы вам нравятся? Можно наши и не наши. Есть же какие-то ориентиры. Это не значит, что вы хотите быть на них похожи, но тем не менее. Я очень много кого слушаю. Ну, дайте нам жару, чтобы мы как-то почувствовали себя. Да это и Полина Гагарина, и Ариана Гранда. Ага. Так. Современные рэперы даже. Если уйти от эстрады, я уйти от... А там у них что-нибудь такое из каких-нибудь таких маститых а-ля Мадонна и прочих старушек. Они же уже старушки, их менять надо уже. Наверное, мы, когда я занималась с Полиной, это моя ученица, я же преподавала ещё, преподавала в музыкальной школе. Вот мы очень часто слушали Витни Хьюстон. Это для нас как бы кумир из кумиров. Вот, и очень... И как бы учились петь на её примере. Что у неё какой-то... Прямо снимали, снимали вот все её, многие её песни. Но сейчас она уже учится у другого преподавателя в институте. Они больше сейчас в направлении её джазовое. Но я думаю, она вам немножко покажет что-то, да? Да, вы же нам сегодня тоже чуть споёте. Ну, кусочек. И бонус у нас ещё будет в самом финале. Мы покажем вам дуэтом. Девчонки так просили спеть, тренировались. Поэтому дадим им тоже минутку, чтобы они нам что-нибудь вместе спели. Хорошо? Вот. Но это чуть позже. Полин, скажите, пожалуйста. Вот у вас группа, она же мальчуково-женская или мужско-девушская, да? То есть тот самый период, когда плавный такой переход, да, уже к взрослой жизни начинается. И я так понимаю, эта группа такая, чего в ней больше, мужественности или какой-то вот женской непосредственности какой-то? Всё в балансе. Мы учимся слушать друг друга, слышать друг друга, мы прислушиваемся друг к другу. Но песни же о любви поёте, как правило, наверняка? Не только. Не только? Нет. А бывают песни не о любви? Да, патриотические песни. А, то есть у вас... То есть, конечно, мы поём и патриотические, и очень такие популярные песни. В таком вот эстрадном, да, в эстрадном стиле, современном, да? И «Подмосковные вечера» в эстрадном, в таком джазовом стиле. И, ну, в общем, всякие разные песни, и советская эстрада в том числе. Вот. Хорошо. Ну, совсем скоро мы услышим даже вот фрагментик, как я уже сказал, дуэта. Ещё такой вопрос. Затюфиаш, многие нас сейчас слушают родители, опять же, дети, оказывается, мы 9-летние, будущая смена поколений, и захотят к вам прийти. Как у вас происходит набор? Ну, мы уже поняли, что вы индивидуалка в этом смысле, вы принимаете личное прослушивание. Но вот как записаться, когда это сделать, каким способом, и вообще, есть ли у вас места где-то, куда можно записаться? Ну, конечно же, у нас в основном идёт набор в сентябре. Так. Ну, задуматься надо уже, наверное, сейчас. Ну, концертная группа у нас устоявшаяся, и мы, если берём детишек, они у нас пока стажёры. Ага. Да. То есть у нас по принципу, как это, введения в роль в театре, да? Да, да, стажёры, вот, они сначала смотрят несколько уроков, смотрят на то, как работают дети, как они ведут себя на сцене, как они поют. И, ну, я хочу сказать, ни один не ушёл, все как-то, увидев ещё больше, хотят быть похожими на тех концертных детей. Вот. Ну, вот у нас так происходит. Ну, а записываем мы через госуслуги только после моего прослушивания. То есть вы ввели такую систему жёсткой конкуренции, да? Когда для того, чтобы попасть... Ну, можно же попасть в... Вот если я бог в песне, я пришёл, у меня всё хорошо получается, я могу войти в основной состав? А что тогда происходит с тем, кто... Кого нужно оттуда? Нет, ну, мы, если берём, то уже берём и не выгоняем. Ну, вот как в футболе. Вот в футболе, да? 11 человек, все прекрасно играют. Ну, и я хорошо играю, условно я, да? Вот. Но я молодой ещё, подающий надежды. Вот кто-то достоин же места, лучший на сегодняшний день, подготовленный. Нет, ну, мы никого не выгоняем. Просто он не будет, может быть, этот ребёночек бассулировать, он пока будет... Он будет уже какой-то... Ну, он, да, да, да. Да, в основной трупе, я скажу. В основной трупе. Это же важно, потому что если всё время только смотреть, я потом подумаю, а когда я, когда у меня уже... Я хочу тоже петь. Ну, вы понимаете, у нас же ведь коллектив, мы же везде выступаем. У нас в месяц бывают 2-3 выступления. Мало того, что мы ездим на конкурсы, вот Полиночка расскажет, куда мы вот только не ездим, да, Полин? Да, расскажете, Полин. Мы были в Сочи, ездили на конкурсы. На её бытности, да. Да, в Казань мы ездили, мы ездили в Испанию. Когда были времена и в Болгарию, и в Испанию. То есть мы гастролировали и занимали, да, первые места. То есть, я-то, у нас есть какое-то такое место, где... Да, у нас не одно место такое. Некуда ставить. Да, да. Ну что, время идёт у нас к финалу, а нам нужно ещё записать маленький кусочек и приклеить его к нашему основному эфиру, где вот Полина вместе с Сабиной нам покажут, как они поют. Как это? Вонюсон, да, это называется? Это уголосная? Да, уголосная. Вот я что-то помню, да. А мы будем слушать. Зульфия, у вас есть возможность ещё раз обратиться ко всем тем родителям, которые, ну, хотят всё-таки, чтобы их дети пели. Вот. И, ну, вот просто, что даёт коллектив, если они к вам попадут, ну, такой же вариант, или попадут в другой какой-то музыкальный коллектив? Что песня даёт ребёнку? Вы знаете, я много раз говорила и говорю, что песня, не только песня, а вообще развитие музыкальное даёт очень многое ребёнку, не только ребёнку и взрослому. Во-первых, самовыражение. Ребёнок, когда поёт, он самовыражается. Ведь в песне есть слова. Ну да. И когда он поёт сольно, тем более, да? Сам Бог виноват. Вот, я думаю, что Полина... Сейчас нам изобразит, да? Изобразит, да, я и хотела. Полин, маленький кусочек, а потом мы маленький бонус вам покажем. Давайте. Удаляя ненужный спам, не искренних улыбок и обгоняя тех, кто любой ценой за место по звёздам и слишком серьёзный. Отражая свет, огни большого города честно стоят дорого в этой суете. Не забудь остаться просто с собой. Ну, здорово, согласитесь. Во-первых, приятно видеть человека, который, а, поёт, б, неплохой текст поёт, что тоже важно, это выбор. И вы, ну, пока без микрофона, у нас маленький, тут петличка есть, да? Но вы-то слышите всё равно более-менее реалистичный голос. А капелла. Да. Зульфия, мы с вами сейчас прощаемся. Я тоже прощаюсь. Напомню, что с нами Зульфия Мамедова, руководитель знаменитой нотки звезды нашего городского круга Люберцы, руководитель кавер-группы G&B, солистка кавер-группы Полина Юрченко. И после того, как я скажу до свидания, маленький бонус от нашей программы, где будут выступать Полина и Сабина. Ну, а с вами был Николай Певненко. Это была программа «Открытый диалог». А теперь песня. Если ты есть, будь первым. Если ты есть, будь лучшим. Если ты есть, трусливых не слушай. Не примиряйся, сам стать примером. Если ты есть, будь лучшим. Если ты есть, будь первым. Если ты есть, трусливых не слушай. Верь в свои силы, следуй за верой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова